Вы когда-нибудь чувствовали уверенность? Во время игры или когда что-то делаете? Хочу рассказать о том, как я стал уверен в себе, как у меня начало получаться то, что я раньше не мог делать. Все началось примерно полгода назад, когда я захотел чего-то достичь в игре Apex. Я начал искать команду для игры в рейтинг, может быть тех же скримов. Это было невероятно сложно. Всех, кого я находил через игру в комьюнити, были разными игроками. Кто-то играл просто по фану, кто-то не хотел заморачиваться и просто пропадал. Бывало и так, играя в соло рейтинг, я находил простых игроков, с которыми мог поиграть еще пару каток, но никак не на постоянной основе. Таким образом, я нашел свой первый состав, с которым мы проиграли примерно один месяц. Это были простые игры, без разборов каких-либо ошибок. Просто игра ради игры. Мы сдружились, были просто хорошими знакомыми. Мы собирались в дискорд канале, где были такие же люди, которые находили друг друга в рейтинге. Но мне было мало. Я искал тех, кто будет разделять мое мнение. Тех, кто будет гореть этой игрой так же, как и я. Первым моим тиммейтом стал Глеб. Он был тем, кто уже играл турниры в Apex. Он уже знал, как и что в этой игре. Он даже брал мастера, что для меня это было нереальным достижением в то время. Мы долго обсуждали, что хотим поиграть в какой-нибудь турнир для опыта. И такой возможностью стал турнир по Apex с Коллизиум. У нас были только две проблемы. Первой проблемой стала нехватка третьего тиммейта. Мы начали искать его через тот же ру комьюнити, выставляя различные посты. Что нам требуется третий в команду. Было очень много предложений. Что нам пришлось выставлять условия, под которые многие не подходили. Но все же мы нашли такого. С кем могли показать неплохой уровень игры. Турнир уже был на носу. И нужно было регистрироваться на него. И плавно переходя ко второй проблеме, мы были не готовы. Мы играли пару игр в день, что было очень мало. Так как мы сыгрывались буквально за пару дней. Но девасу уже было некуда. Приходилось импровизировать на самом турнире. Что и дало свой результат. Мы не заняли никакого почетного места. Мы заняли всего-то какое-то шестое место. Призом был игровой баланс в Коллизиум. 500 рублей на каждого игрока. Но хоть что-то кто-то может сказать. Может быть и так. После турнира я понял, что меня такой результат не устраивает. Мне хотелось большего. Дал себе примерно год на то, чтобы улучшить свою игру. И играть скримы. Не боясь того, что я не готов. Или мы не готовы. Я начал больше тренироваться. У меня появилось понимание, как нужно играть в таких турнирах. Но этого было мало. И тут я задумался найти еще тиммейтов. Так как у одного был график работы. Буквально не подходящий для наших игр. У одного были свои дела. И мне улыбнулась удача. Я встретил Диму. Честно говоря, это было случайно. Я уже не помню, где его встретил. Может быть в том же ру-комьюнити. Или просто в рейтинге. Но важно то, что мы нашли друг друга. Как говорится, все нити судьбы переплетены. Мы нашли сразу общий язык. Чего хотим от этой игры? Я понимал его. Он же понимал, что я не просто хочу играть в турниры, но и быть контент-мейкером. Андрея я просто знал почему-то с самого начала. Когда только зашел в игру. Я просто не помню, как мы познакомились. Помню, что мы играли в рейтинг и он всех уничтожал. И помню, что мне тогда выпала первая реликвия на 50 или 70 уровне. Я еще тогда у него спросил. А что это мне выпало за красная херня из контейнера? И он просто был в шоке, что мне выпала реликвия. Приведя аналогию, что это типа какого-то нажавка из гол. И тогда я просто был на седьмом небе от счастья. Почему мне выпала реликвия на 50 или 70 уровне? Я этого тогда не понимал. Потом понял, что это просто рандом, везение. Но вернемся к тому, что я пытался собрать свою команду в который раз. С Димой мы обсудили, что нам нужно примерно полгода, чтобы начать друг друга понимать. И знать, кто как играет в той или иной ситуации. Первоначальный план был собрать команду из состава Глеб, Дима и я. Но все провалилось по простой причине. Что они были оба капитана. И все колы просто-напросто разделялись. И я не мог определиться, кого слушать. Также у Глеба был не очень удобный график работы. Поэтому с этим нужно было что-то делать. В то время я очень активно обучал Андрея. Как правильно думать в этой игре, чтобы побеждать. Он нереально быстро учился. С той же постоянной платины он научился соло апать Даймонда. Что умел каждый из нас на то время. Не говоря о том, что он уже превосходил меня во многих моментах. И так получилось, что мы с ним начали играть все чаще и чаще. И тогда я понял, что он тот, кто нам нужен. Молодой талант, который будет быстро обучаться. И у нас сформировался первый эффективный стак. Мы изначально обсуждали, что хотим. И дали время себе полгода, чтобы идеально сыграться вместе. Для начала апнуть мастеров. После чего уже дойти до предаторов. Но после мастеров мы хотели уже начать играть скримы. Чтобы уже быть готовым к тому, что нас ждет дальше. И так получилось, что я уже нашел, где играть турниры или те же скримы. Нас уже туда приглашают. Если будет интересно, ссылка на проект, где мы будем играть турниры. Оставлю в описании. Но мы еще готовимся, так как у нас очень много проблем. Начиная с ссор, заканчивая стилем игры. Но все образовалось за счет терпения друг друга. Мы играли почти каждый день в рейтинг. Мы начали изучать, кто как играет. И сделали вывод, что нужно подстраиваться под капитана. Так как с его стилем нам требовалось привыкнуть к нему. И это было очень сложно, так как нужно было начать думать, как он. Знать, куда он решит пойти. Как он захочет запушить. И много других мелочей. Как раз из таких мелочей и строится весь геймплей. Та же связка персонажей. Изначально я играл за рейтинг. Как по мне самый живучий персонаж. Но никак не для командной игры. И тогда я пересел на Хорайзен. Мне было очень неудобно. Так как я в основном играл на себя за рейтинг. А пересел на Хорайзен. Мне пришлось переучиваться на то, чтобы помогать тиммейнтам. Но так я пробегал наверное один сезон. Сейчас же я играю за Сиар. Мне на нем намного комфортнее играть. Так как я люблю много говорить. Из-за этого приходится много давать информации. Постоянно говорить где противники. Давать свет на них и так далее. Мы выбрали множество спотов для первого старта. Чтобы каждому стало комфортно лутаться. Мы буквально начали залетать на противников. И выносить их за пару секунд. Что и меня исподвигло сделать данный видеоролик. Так мы играли примерно 3 месяца. И знаете что? Мы стали просто бегать на плюс В. Минимальная информация. И мы просто разносили всех. В том же паблике мы просто через одну игру выигрывали. Мой личный кд поднялся. Как и ребят. Вы можете спросить, почему паблик? Все очень просто. Там постоянно меняются карты. Что нам же и на руку. Чтобы отыгрывать каждую локацию. Мы так же делали и на платине. Но на даймондах мы не могли себе такого позволить. Так как мы успевали буквально меньше чем за неделю взять даймонда. В начале сплита. И бегали уже с предаторами. Но нам все равно не хватало опыта им противостоять. Я думаю в скором будущем мы сможем играть на их уровне. Если не лучше. Не будем заглядывать вперед. Знаете, я стал уверен в своей команде. Я знаю, что если я вдруг ошибусь, то они меня прикроют. Они сделают все, чтобы выиграть в файте. Чтобы максимально пожить. Но это не просто рассказ о том, что я стал уверен в своей команде. Скорее я это рассказываю, что через опыт можно достичь всего. Я хочу, чтобы вы понимали. Я стараюсь проводить аналогию жизни. К примеру. Вы хотите стать лучшим в своем деле. Но тут так же, как и в игре. Вы должны тренироваться, учиться или же развиваться с командой. Играть как можно чаще с командой. Чтобы вы знали их как себя. И тогда у вас будет тот самый тандем, который требуется для того, чтобы побеждать. Ребят, я недавно создал группу ВК. Присоединяйтесь туда. Там я буду выкладывать анонсы. Или то, что не попало в ролик. Так же, рассказываю, что у меня происходит в жизни. И если я буду участвовать в турнире. То там буду выкладывать, где и когда буду участвовать. По поводу инсайда, о котором говорил в прошлом ролике. Я закончил проект. За него мне уже заплатили. Оборудование уже находится у меня. Осталось все настроить. Начать записывать новые ролики. Могу сказать, что следующий ролик уже будет с камеры. Ну и скорее всего он выйдет проходным роликом. С тем, как я буду настраивать, устанавливать новое оборудование. Поэтому не забывайте подписываться. Дальше нас ждет еще многого интересного.